Антихриста Будем как можно ближе ко Христу, а если мы со Христом, то отчего же нам Антихриста бояться? Или, может быть, сейчас нет Антихристова духа? Так или иначе, зло творит Антихристов дух, и если чудовище Антихрист родится и наделает разных безумных дел, то в конце он все равно окажется посмешищем. Однако произойдут многие события, возможно, что и вам придется пережить многое из того, о чем говорится в апокалипсисе. Потихоньку многое вылазит наружу, и я несчастный начал вопить еще столько лет назад, положение ужасно, безумно, безумие перешло все границы, наступило всеобщее отпадение от Бога, и сейчас осталось только прийти сыну погибели. Мир превратится в сумасшедший дом. Будет царить сущий разброд, среди которого каждое государство начнет творить, что ему вздумается. Дай Бог, чтобы интересы тех, кто делает большую политику, были нам на руку. То и дело мы будем слышать что-то новенькое. Будем видеть, как происходят самые невероятные, самые безумные события. Хорошо лишь, что эти события будут сменять друг друга очень быстро. Экуменизм, общий рынок, одно большое государство, одна религия, шитая по их мерке. Таковы планы у этих дьяволов. Сионисты уже готовят кого-то в Мессии. Для них Мессия будет царем, то есть он будет властвовать здесь, на земле. Иеговисты тоже ждут земного царя. Сионисты представят своего царя, а иеговисты его примут. Все они признают его царем и скажут «Дай, это он!» Произойдет великая смута. В этой смуте все захотят царя, который бы мог их спасти. И тогда они выдвинут человека, который скажет «Я имам, я пятый Будда, я Христос, которого ожидают христиане, я тот, кого ждут иеговисты, я Мессия евреев». У него будет пять «Я». Евангелист Иоанн говорит в своем первом послании «Дети, антихрист грядет, и ныне антихристи мнозибыша». Здесь нужно пояснение. Говоря «антихрист будет», если можно так выразиться, воплощением дьявола, старец имеет в виду, что антихрист будет человеком, носителем всей дьявольской энергии. Послушным орудием для воплощения сатанинских планов. О том, что антихрист будет человеком, согласно свидетельствуют все святые отцы. Выше и ниже старец Паисий прямо говорит о том, что антихрист будет человеком. Таким образом, его мнение по этому вопросу находится в полном согласии со свято-отическим. Далее. Апостол Иоанн Богослов, говоря о том, что антихрист грядет, имеет в виду не то, что ожидаемый антихрист будет подобен гонителям Максимилианам или Диоклетианам, но что ожидаемый антихрист будет, если можно так выразиться, воплощением дьявола. Он предстанет израильскому народу как мессия и прелестит мир. Наступают тяжелые времена, и нас ждут большие испытания. Христиане перенесут великое гонение. Между тем очевидно, что люди даже не понимают того, что мы уже переживаем знамение последних времен, что печать антихриста становится реальностью. Но люди живут так, словно ничего не происходит, поэтому Священное Писание говорит, что прелестятся избранные, те, в ком не будет доброго расположения, не получат просвещение от Бога и прелестятся в годы антихриста, потому что тот, в ком нет божественной благодати, не имеет духовной ясности, как не имеет ее и дьявол. Старцы спросили, старец, а сионисты верят в антихриста и в то, что связано с ним? Старец отвечал, они хотят управлять миром. Для того, чтобы достигнуть своей цели, они используют колдовство и сатанизм. На поклонение сатане они смотрят как на силу, которая поможет в осуществлении их планов. Стало быть, они хотят управлять миром с помощью сатанинской силы. Бога они в расчет не берут. Однако, благословит ли их при этом Бог? Из всего этого Бог явит много хорошего. Прежние сатанинские теории господствовались семьдесят лет, а эти не продержатся и семи. Старцы спросили, старец, слыша об антихристе, я ощущаю в себе страх. Старец отвечал, а чего ты боишься? Что он страшнее дьявола, что ли, будет? Он человек. Он, святая Марина, отлупила дьявола. А святая Иустина, сколько их бесов поразила. Но надо помнить самое главное. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы поудобнее устроиться. Земной царь евреев Знаменем того, что приближается исполнение пророчеств, будет разрушение мечети Омаровой в Иерусалиме. Ее разрушат, чтобы восстановить храм Соломона, который, как говорят, находился на ее месте. В восстановленном храме сионисты в конце концов провозгласят антихриста Мессией. Я слышал, что евреи уже готовятся к возведению храма Соломона. Старцы спросили, старец, а почему же евреи, читая Ветхий Завет, не веруют во Христа? Старец отвечал, что же ты не пойдешь и не скажешь им этого? Евреи искренне имели фанатизм. Понимать-то они понимают, но их ослепляет эгоизм. Будь они более внимательны и хоть чуть-чуть, никто бы из них не остался иудеем. Старцы спросили, а как они истолковывали прочитанное? Старец отвечал, как они истолковывали и как толкуют? Духовные смыслы они превращают в вещественные. Пойди, например, посмотри, как они истолковали слова пророка Исаии, «Процветет пустыня Иорданова». Для того, чтобы показать, что пустыня процвела, они повернули какую-то реку, сделали террасы, сады, насадили бананов, лимонов, апельсинов, все озеленили. Так что теперь говорят, процвела пустыня. И все они изъясняют подобным образом. Между тем эти слова пророка относятся к возрождению мира через святое крещение, баню паки бытия. Старцы спросили, а они сейчас ждут земного царя? Старец отвечал, да, Антихриста. Равины знают, что Мессия пришел и его распяли. Я узнал от одного человека, что когда еврей лежит при смерти, к нему идет равин и говорит на ухо, Мессия пришел. Видишь, их обличает совесть, они чувствуют свою вину, но не смиряются. Старцы спросили, а какая польза от того, что эти слова говорят соумирающему? Старец отвечал, никакой. Они говорят это просто потому, что их искушает совесть. Думают, раз эти слова сказаны, то все в порядке. Старцы спросили, а другие этих слов не слышат? Старец отвечал, нет, это на ухо говорится, и еврейская молодежь восстала против равинов. Мессия, говорят они, пришел. Какого Мессию ищете вы? В Америке одна группа молодежи, изучающая священное писание с точки зрения истории, издает журнал, в котором написано «Мессия пришел». Тому, кто не верит в то, что пришел Мессия, мы бесплатно вышлем в настоящий журнал, чтобы он уверовал. Если же он уверует, то пусть подпишется на журнал, чтобы мы посылали его другим, и они тоже становились верующими. Старцы спросили, а они евреи? Да, евреи, отвечал старец, и стали христианами. Да, сейчас хотя бы то, что они уверовали, уже что-то значит. Старцы спросили, а могут ли раввины быть тайными христианами? Старец отвечал, раввин и тайный христианин. Останется ли человек в раввинах, став христианином? Тогда что же? Он будет учить евреев тому, что Мессия еще не приходил, а когда они будут умирать, станет говорить им о том, что он пришел? Нет, раввин не может быть христианином. Печать 666 Старцы спросили, старец, как скоро произойдут все эти события? Старец отвечал, они задерживаются ради тебя и ради меня, для того, чтобы мы приобрели доброе духовное устроение. Бог терпит нас, потому что, случись все это сейчас, мы бы с тобой пропали. Учение Христа нигде не упоминается конкретное время. Однако Священное Писание говорит, что приход этих событий будет предвозвещен знаменями времен. Будем постоянно готовыми, а когда это время приблизится, увидим, тогда мы будем более уверены. Святой Андрей Кесарийский говорит, трезвящимся это откроет время и опыт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...